Теперь перейдем к международным новостям. Конструкторы Лего оказались прибыльнее золота, акций и облигаций. Пока фондовый рынок штормит от новой мутации коронавируса, наборы неизменно растут в цене на 10-11%, говорится в исследовании ученых, опубликованном накануне в журнале Research in International Business and Finance. Тему сейчас продолжит наш виртуальный коллега Айсанж. Айсанж, приветствую. Добрый день, Жалгаз. Интересно, что доходность Лего не подвержена факторам риска рынка и волатильности. Наборы дорожали даже во время кризиса 2008 года, подчеркнули экономисты. Конструкторы дорожают быстрее, так как число наборов ограничено. А если это касается ограниченных серий, посвященных культовым фильмам, книгам или историческим событиям, то в цене они растут еще быстрее. Ведь и у Лего много поклонников, которые могут покупать конструктор как ностальгическую вещь. Вот, например, коллекционер из Вьетнама Хан Данг. В своей комнате он собрал свыше 2 миллионов деталей. Вероятно, обошлась ему такая коллекция в кругленькую сумму. Используя 5000 деталей, собиратель Лего планирует воссоздать старый вьетнамский храм. Молодой человек вполне может выставить свою работу на аукцион и выручить за нее немалые средства. Возвращаясь к теме прибыльности. Цены на вторичном рынке спустя 2-3 года после выхода набора меняются от минус 50 до плюс 600% в год. При этом маленькие и очень большие наборы дорожают быстрее, чем средние. Исследователи отмечают, что цены на наборы почти не зависят от ситуации на фондовом рынке. Однако вложения в Лего могут выкупиться только в перспективе 3-х лет. Прибыль компании за первую половину этого года увеличилась более чем вдвое. Спрос на конструкторы вырос во время локдауна. Жалгас. Спасибо, Александр. Ну, действительно интересная информация про игрушки Лего, тем более преддверии Нового года, уважаемые телезрители. К нам сейчас...